Нередко, читая объявления, каждый из нас видел строгие о вакансиях с обещанием высокой зарплаты при минимуме требований к соискателю. Часто за границей. Практически каждый, кто ищет работу, наберет указанный номер телефона. Однако такая поспешность может стоить не одну сотню тысяч рублей. Речь идет о платных справочных услугах. Скорее всего, на том конце провода ждет исключительно информационная помощь. То есть, по звонившему продиктуют контактные данные организации, которой, возможно, требуются сотрудники. Предприниматель Брестский, вернее он сам как бы не Брестский, но из Брестской области, он за факт использования услуги, то есть фактически за звонок, который может длиться до 40 минут, выставил стоимость этой услуги более 500 тысяч белорусских рублей. Фактически, вроде как объявление несет в себе смысл такой, что мы предоставляем вам работу. Люди звонят в поисках этой работы, а фактически по звонившему предоставляется только номер организации, куда стоит позвонить, чтобы там, возможно, узнать о том, нужна ли им какая-то там вакансия. Притом, каждая минута или вся услуга будет оценена в немалую сумму, которую звонивший узнает зачастую только в момент оплаты. И основных причин здесь, как правило, две. Невнимательность самого человека, мы не очень любим читать мелкий шрифт и недобросовестность поставщика услуг, который не предоставил необходимую информацию. Юридическое лицо, оказывающее данные информационные услуги, обязано предупредить о том, что услуга платная. Для этого он размещает голосовое сообщение в течение тарифицированного интервала с указанием на именование услуги, ее стоимости, краткого описания, а также сообщение о том, что, оставаясь на линии, вы согласны на оплату услуги. Вместе с тем, согласно закону о защите прав потребителей, если потребителю не предоставлено незамедлительно в месте получения услуги необходимой достоверной информации об этой услуге, он вправе потребовать в разумный срок от исполнителя расторжения договора и возврата уплаченных денежных средств за эту услугу. Данный вид услуг может предоставляться не только в сфере трудоустройства. Транспорт и юриспруденция тоже пользуются спросом. Все они вполне легальны и законны, а вот человек должен быть внимателен и трезво оценивать свои возможности. Для кого-то такая оплата услуги не проблема, и тогда нет причин для беспокойства. Но бывает и так, что сам человек ничего не ищет, а ему приходит СМС-сообщение с неизвестного номера с просьбой, предложением или поздравлением. Перезвонив по такому телефону из любопытства или желания получить, к примеру, обещанный приз, можно стать жертвой мошенников и получить серьезную брешь в бюджете. Эти виды мошенничества приходят волнами. Некоторое время назад было модным этот выигрыш в лотере, когда людям приходили СМС-ки, там вы выиграли там Лексус, там миллион или что-либо, и там можно было перейти на определенный сайт или что-то, и потом для получения этого выигрыша куда-то деньги перевезти. В последнее время перешли на другой вид мошенничества, так как современный мобильный телефон или смартфон, это публические компьютеры. И все проблемы, которые возникают с компьютерами, теперь могут возникать и со смартфоном, и с планшетом тем же. Обыкновенная СМС-ка, перезвони мне, и какой-то будет иностранный номер, этот номер будет платным. Вы перезваниваете с вашего счета, списываются деньги. Приходит СМС-ка, надо перейти по какой-то ссылке. Вы переходите по этой ссылке и получаете на ваш смартфон вирус, который вашу всю телефонную книжку отправляет кому-то, каким-то неизвестным. Оградить себя от такого опыта поможет элементарная внимательность и вдумчивое изучение как объявлений, так и приходящей корреспонденции. Не станет лишней дополнительная проверка, а вот любознательность и доверчивость в таком деле составляющая бесполезная, и порой даже вредная, в первую очередь для нервов и кошелька.